Всем привет, раз-раз. Привет всем, меня зовут Дмитрий Медведев. Сегодня я расскажу вам о внушительном таком обновлении ОРМ за этот год. Но для начала немного представлю, чтобы вы понимали, как я вообще здесь оказался и какие вопросы лучше всего мне задавать. ОРМ появилась примерно вместе с конструктором отчетов с первой версией. Так, немного не то. На моем счету конструктор отчетов. Вместе с ним появилась ОРМ, первая версия. Затем появились хайлот-блоки, которые тоже в тесной интеграции с ОРМ работают. Сервис персональных рекомендаций для интернет-магазинов. И из последнего модуль распознавания лиц. Ну, немного об ОРМ. Что мы делали? Ну, как я сказал, появилась она очень рано. Сразу практически был рефакторинг, ее архитектура довольно-таки серьезной. И дальше неспешно развивалась. Вполне достойно пережила замену фильтра и справилась с появлением объектов. То есть архитектура все та же пока работает. Вообще у ОРМ есть такая репутация, что это очень сложно, тяжело. Большой порог вхождения, высокий. И только для серьезных проектов. И мы хотим, ну, не то чтобы разрушить там эту репутацию, но немножко хотя бы поколебать. В том плане, что постарались максимально упростить появление объектов в ваших проектах. Чтобы не приходилось, ну, то есть чтобы была возможность постепенно развивать продукт, переходя от простого к сложному, не переписывая код целиком. Ну, самый главный термин в нашу ОРМ — это сущность. Сущность — это, можно сказать, такой комплекс классов, обслуживающих какую-то таблицу в базе данных. Data Manager — самый главный основной класс, но я думаю, все разработчики с ним знакомы. Это вот те самые классы с суффиксом table, в которых описывается структура. Какую роль выполняет этот класс? Ну, в первую очередь маппинг, то есть вот то самое описание полей. Интерфейс-репозитория, можно так его назвать. Это методы getList, getById, getByPrimary, вот это вот все. Триггеры, то есть встроенные обработчики событий на изменение данных. OnBeforeUpdate и так далее. И новая роль появилась у этого класса — фабрика. Фабрика объектов и коллекции. Ну, чуть позже об этом. Класс Query — конструктор отчетов. Ой, отчетов. Запросов, да, простите. Ну, тоже, наверное, многие с ним знакомы. Класс Entity — это такой внутренний менеджер сущности. То есть он ее там обслуживает внутренние потребности и выступает в роли справочника по сущности. То есть у него можно запрашивать информацию о полях, чем угодно. И появились новые классы. У каждой сущности по два класса. Это класс объекта и класс коллекции. Одна из главных задач, которую мы решали при разработке объектов — это быстрый старт. То есть чтобы не пришлось переучиваться с того стиля, который сейчас используется с массивами, чтобы не пришлось совсем что-то новое изучать. И вот это привычный вызов для получения массива. И так выглядит вызов для получения объекта. То есть, по сути, изменилась только одна конструкция. У результата появился новый метод FetchObject. Что из себя представляет объект? Объект, в нашем понимании, это такой умный массив. То есть если массив хранит только данные, то объект может контролировать доступ к этим данным, он может контролировать состояние этих данных. И наш класс объекта, можно сказать, наводнен именованными методами. То есть это такой набор методов для каждого поля, для получения значения, для установки значения, для разных операций по обслуживанию значений. Такой подход позволяет максимально вмешаться в работу объекта, то есть залезть в нужный метод и что-то там переопределить, привнести свое. Помимо контроля доступа, очень важно состояние значений. Что обычно происходит в массивах? Когда вам приходит массив, скажем, в обработчике события, вы не знаете, какие поля в нем изменились. Если, конечно, оригинально там не передано. Если просто пришел массив, непонятно, какие поля новые, какие старые. Если это новые, то какое было исходное значение. В объект можно все это зашить, вернее, оно уже зашито из коробки. То есть есть специальные геттеры, которые как раз за это отвечают. Какой еще минус был у этого подхода, кроме незнания, что происходит? Такой, что в запрос апдейта приходилось закладывать вообще все поля. Ну, то есть непонятно, вот пришел массив, там все лежит, ну, значит, будем все обновлять. В принципе, это не так, чтобы критично, но при высоких нагрузках, где есть высококонкурентные запросы, может случиться неприятность. И с объектами такого не будет, потому что в запрос попадут только измененные данные. То есть те данные, которые были изменены через объект. Ну, помимо таких именованных геттеров, есть, конечно, и универсальные. Не всегда, наверное, удобно под каждое поле делать свой вызов. То есть если вы работаете обезличенно с этими полями, то можно их передавать в качестве параметров. Если все-таки захочется вернуться к массивам, прям ностальгия взыграет, то предусмотрен метод экспорта. При этом экспортировать значения из объекта можно с разными фильтрами. Ну, во-первых, можно фильтровать по состоянию, то есть там, скажем, только неизмененные значения или только измененные, или микс их. И можно фильтровать по типу поля. Фильтровать маской, то есть самые разные комбинации, скажем, там все кроме отношений или только пользовательские поля. Довольно гибкий фильтр получается. Более высокоуровневые операции, такие как сохранение, удаление объектов, они сделаны в стиле ActiveRecord. В принципе, все довольно очевидно, понятно, лаконично. И, что самое важное, конечно, сохранена совместимость. То есть когда у вас срабатывают обработчики, которые ожидают массив в Data Manager, то к ним придет массив. Этот массив можно модифицировать. Он вернется обратно в Data Manager и там с ним прокрутится, он обратно в объект установится. То есть центральная часть, это у нас теперь главный, это объект. Но массива, поддержка остается. Создание объекта, в общем-то, выглядит так же. Та самая фабрика в Data Manager. И если определить свой класс для объекта, то можно пользоваться красивым и лаконичным конструктором PHP стандартным. Но об этом чуть позже. Часто бывает ситуация, когда данные у вас уже есть. Они не из базы данных, а откуда-то они взяты. Ну, из кэша, например. И, ну, как бы данные есть, вы им доверяете, вы уверены, что с ними все хорошо, но хочется их в виде объекта все-таки иметь. На этот случай предусмотрена конструкция wake-up, то есть такое восстановление объекта, можно сказать, из памяти. И можно восстановить минимальные требования. Это первичный ключ. Ну, вообще для существования объекта первичный ключ необходим. Ну, можно и произвольный набор данных передать, как скалярные поля, так и любые другие. Очень часто в таком случае, когда вы используете wake-up, может понадобиться метод fill. Ну, например, взяли вы из кэша последнюю ID, последней добавленной статьи на сайт. Хотите на главной показать. Но есть только ID. Нужен еще текст, title, что-то там надо вывести. И тут на помощь приходит fill, как именованный, то есть под каждое поле, так и групповой, но универсальный. То есть, опять же, с теми масками, то есть можно только пользовательские поля заполнить, если они не пришли, можно отношения все заполнить. Ну, в принципе, в этом случае, наверное, он часто пригодится. Помимо объектов появились коллекции. Ну, если объект — это такой умный массив, то коллекция — это умный массив умных массивов. Что она умеет? Ну, итерацию, конечно, итерирование элементов. То есть, по циклу можно там, ну, частая операция, собрать список каких-то значений. Кроме этого, у нее есть также именованные методы, как у объекта. Ну, например, вот примером список значений одной строчкой можно заменить весь цикл. То есть, в коллекции сразу агрегацию значений можно произвести. Кроме этого, можно получать доступ к объектам по их ключу. И наиболее интересные, перспективные, наверное, методы — это групповые в коллекции. То есть, какие-то групповые операции над объектами. Ну, в данном случае реализован метод fill. То есть, опять же, пример. Вы взяли из кэша 10 последних айдишек чего-то там, положили их все в коллекцию, вызвали fill, и это все заполнится одним запросом. Ну, то есть, существует такая практика, кто-то ее случайно делает, кто-то намеренно, когда вот эти 10 айди, их по циклу запускают, и делают 10 однотипных запросов. Взять для этого объекта, взять для этого, взять... Так делать нельзя. Ну, не надо. Это очень плохо. В данном случае коллекция поможет просто все это привести в человекообразный вид такой и будет выглядеть достаточно лаконично. Отношения. Отношения тоже изменились. Ну, известный тип поля reference, он до сего момента был такой виртуальный, можно сказать, то есть у него не было никакого значения. Он был чисто для связи, ну, то есть, там, прокинуть какую-то связь и заджойнить что-то. Теперь у него значение есть. И значение, очевидно, это будет объект партнерской сущности. То есть, теперь не нужно, как в массивах, там, длинные ключи использовать для доступа к данным или алиаса каждый раз назначать. То есть, просто переходим от одного объекта к другому, и у него все те же самые методы, именованные, универсальные, полностью доступ к ним. Обратный reference, если кто-то до этого доходил, то есть, как получить, когда есть reference один ко многим, вернее, много к одному, а обратно никак. И был обратный reference, такой как бы выглядел как грязный хак, и тоже без значения, естественно. Теперь его облагородили, теперь это называется one-to-many. В качестве значения возвращается коллекция объектов. Тоже со всеми вытекающими последствиями, то есть, со всеми теми возможностями, которые предоставляет коллекция. Отношения много ко многим. Ну, раньше это, наверное, боль вызывало небольшую, потому что приходилось описывать сущность промежуточной таблицы, хотя она, по сути, никого не интересует. Но все равно надо было описать, что вот ID одной сущности, вот ID другой сущности, а теперь давайте через эту сущность ходить, брать данные. Теперь достаточно описать только одно поле, many-to-many, и указать в нем имя таблицы, в которой хранятся промежуточные данные. Ну, если там автоматически вот эти вот поля, имена полей не совпадут, то их тоже можно сконфигурировать, все это в документации можно будет прочитать. Но в чистом виде оно заработает и так. Можно это определить только в одной сущности поля, можно в обеих сущностях. Ну, то есть смотря с какой стороны вам нужно заходить. Возвращается также коллекция объектов. И в отношениях на этом уровне манипуляции, конечно, происходит на объектах. То есть не нужно там запоминать, на каких именно низкоуровневых данных построена связь. То есть говорим, вот один объект, на тебе второй объект, а теперь дружите. И то есть такое более высокоуровневое мышление на объектах. Ну, ООП все любят. В принципе, стройно разработчикам нравится постепенно развивать от простого к сложному. Ну, главное не перестараться с этим. Ну, немного о внутреннем устройстве. Что это вообще за классы, откуда они берутся? Ну, то есть, как я сказал вначале, ничего делать не надо для появления объектов. Просто fetch object. Fetch заменяем на fetch object, все, объект есть. Откуда они берутся? Их создает сущность при инициализации автоматически. И у них такие некрасивые немножко префиксы с нарушением стандарта именования. EO — это сокращение от entity object. И подчеркивание. Ну, то есть, по нашему соглашению об именовании так классы называть нельзя. Но мы их назвали именно так, намеренно, чтобы не возникло никаких проблем с теми, кто объектов не дождался и начал делать свои, например. Ну, или просто, даже если не начал делать свои, но когда вы делаете импорт какого-то класса, use, конструкцию, и имя класса совпадет, скажем, если бы мы сразу сделали book, а вы откуда-то book уже экспортировали себе в код, ну, fatal error, и очень сложно будет отдебажить все это. Мы сами споткнулись на это, мы пришлось такое решение применить. Но, конечно же, можно и свой класс определить. Когда это нужно делать? В первую очередь, когда нужно свой функционал какой-то добавить. или переопределить что-то. Делается это очень просто. Описываем класс, наследуем его от стандартного. Ну, стандартный, там, от имени сущности он образуется, с префиксом его. И самой сущности сообщаем, что теперь у тебя новый класс объекта. С этого момента FetchObject и FetchCollection, ну, FetchCollection делается точно так же, только там GetCollection класс, и, соответственно, наследование стандартного класса коллекции. С этого момента FetchObject и FetchCollection будут возвращать уже объекты именно вашего класса. Ну, как я уже сказал, что как только вам потребуется свой функционал, лучше создать свой, ну, не лучше, а придется создать свой класс. Когда еще можно или нужно? Когда вы хотите имя класса использовать явно в коде. Ну, например, инстанцов. Вот очень-очень не рекомендуем вам здесь использовать стандартный класс. Оно, конечно, сработает, но это будет не совсем правильно и некрасиво. Ну, опять же, нарушение стандартов именования. Поэтому уже в этом случае, если вы хотите, то лучше свой класс определить с красивым именем, какой вам нравится. Ну, то есть там не обязательно, что вот прям бук, только такое можно. То есть согласованности никакой имени сущности нет. То есть абсолютно любое название. В том числе даже в другом наимспейсе можно его определить. В качестве бонуса вы получите такой вот красивый лаконичный конструктор новых объектов. Ну, и там сокращенные вызовы вроде wake-up. Ну, подводя итог именно по методам, все они реализованы по технологии, так скажем, magic в вызове call. Альтернативу мы рассматривали кодогенерацию. Это, конечно, интересно. Но, с одной стороны, придется всегда следить за актуальностью. То есть поменяли что-то в мапе, в сущности, все, класс устарел. Надо что-то там кэш сбрасывать, как-то его менять. Во-вторых, учитывая, что вот мы сделали именованные методы, то этих именованных методов одной сущности, ну, там было бы, наверное, сотни, а то и тысячи. И загружать это все в память, ну, не очень хорошо, не очень правильно, учитывая, что во время одного сеанса вы будете использовать, ну, там, несколько методов, а не все. А в память будет все загружены. Вот. И поэтому magic call они от этого избавляют. И возникает вопрос, как вообще ориентироваться среди, вот у нас сущности уже там сотни, счет идет в каждом поле. У полей теперь вот десятки методов каких-то. Это как вообще не заблудиться, как во всем этом ориентироваться. И решение есть. Оно примерно такое. Прежде всего использовать среду разработки. Ну, мы, например, pitch, pitch, storm используем. И он таким образом все подсказывает. То есть он уже видит, что вы сделали fetch object из какой-то сущности, он знает, что там за класс, и он подсказывает все методы. То есть не только можно не бояться вспоминать, что там за методы, но еще и поля можно теперь забыть, как там называется поля. Неймс или неймлист. Ну, то есть все теперь подскажет среда разработки. Она знает не только методы, но и типы параметров, которые эти методы принимают, и позволяет ходить по цепочкам. Ну, то есть вполне понимает, что вот у книги есть авторы, а это коллекция, и у коллекции можно взять список имен. Даже самые консервативные разработчики, когда попробовали эту штуку и впоследствии начинают возвращаться к массивам в старом коде, то уже испытывают явный дискомфорт после того, когда приходится опять руками в поле все это набирать вместо подсказок. Каким образом это реализовано? Тут мы подходим ко второй новинке. Это интеграция с композером. Нам? Пока что мы сделали его… Ну, то есть нам понадобилась одна библиотека, чтобы свой велосипед не изобретать. Но мы решили заодно сделать, чтобы и вам хорошо было. То есть пока что мы используем только одну библиотеку, и только в режиме разработки. На продакшн мы ее не выпускаем. Это такой первый блин. Но, да, чуть позже сейчас будет об этом. Если у вас в проекте уже есть композер, то это в принципе не проблема. Есть плагин Composer Merge, и с помощью конфигурации можно наши конфиги скрестить, и они будут вместе сосуществовать. У вас будет только одна папка вендор. То есть не надо будет свой композер и наш композер иметь. Ну, тут это вкратце, но вообще в документации все это можно будет узнать. Для чего мы это сделали? Мы сделали командный интерфейс. Ну, интерфейс командной строки. И у нас там пока что одна команда, связана она, конечно же, с ORM. Она делает как раз-таки аннотации. То есть аннотации в формате php.doc для того, чтобы среда разработки понимала, что вообще происходит. Формируется примерно такой файлик. Занимает это пару секунд на модуль. Индексируется это очень быстро. То есть проблем с производительностью никаких нет. Единственный важный момент, что этот файл должен быть доступен в вашей среде разработки, чтобы она могла его прочитать и проиндексировать. Вот, ну, собственно, документация уже доступна на сайте. Не может быть. Можете. Сегодня утром она опубликована. На главной странице есть ссылочка. Можете заходить, знакомиться. То есть там все максимально подробно описано. Мы постарались ее сделать в более таком человечном формате. Может, не совсем не усыпанную техническими терминами, а в таком повествовательной форме с объяснением решений, почему было бы сделано именно так, а не по-другому. И в примерах приводятся тестовые сущности. Они все существуют действительно в модуле main. То есть можно копипастить все примеры, к себе их выполнять и что-то там пробовать. Ну, то есть как-то с этим играть. Нам нужны ваши сценарии. То есть какие групповые методы вы видите, что в объекты лучше добавить. Ну, то есть теперь архитектура стала… Ну, у объектов она современная, она очень гибкая, и можно добавлять много разных вкусностей. Поэтому пишите на форуме или еще как-то сообщайте, чего вам не хватало все это время. Спасибо. Спасибо. Как-то так быстро. У нас еще есть целых 10 минут на вопрос. Давайте начнем. Добрый день. Пара вопросиков. А можно первый микрофон включить? По-моему, он не работает. Раз, два, три. Раз. Спасибо. Вопрос первый. Я не очень понял, чем отличается set title от fill title. Fill title – это обращение в базу данных. То есть если значения title в объекте нет, то объект пойдет в базу данных, выберет только его. То есть здесь сейв не участвует вообще, да, получается? То есть я делаю филы, и вы создаете сразу запись? Фил – это операция чтения. То есть там не установка, это именно он из базы данных просто берет значение, чтобы оно у вас было под рукой. То есть вы просто его филили, по-моему, скалярными значениями уже имеющимся, и не из базы забирали. Я, может быть, что-то пропустил. Второй вопрос, соответственно, у меня такой. Если говорить про коллекции, если у меня есть большая таблица, у меня, соответственно, битрикс упадет с memory allocate failure, или же у вас есть итераторы, допустим, batch какой-нибудь, или еще что-то из этой серии. А почему упадет? Ну, допустим, памяти не хватит. Потому что, я так понимаю, у вас объекты там довольно жирные будут. Если я туда загружу 100 мегабайт данных, они распакуются в гигабайт, то у меня упадет процесс PHP. Вы же их не планируете все одним запросом выбирать? Не факт. Но для этого, к примеру, в других ORM-ках есть итераторы, есть batch, который забирает по 10 записей, итерирует, и очистит память. Про итерацию так объясню. Если запрос предельно простой, что значит простой, я сейчас скажу, то будет постепенно. Ну, так же, как с массивами фетч одной записи, оборачивание в объект, возвращение. Если в запросе есть back-reference тот самый, то есть когда возможно двоение данных, ну, там, скажем, выбираете пользователя и джойните его статьи какие-то или комментарии, у вас получится у пользователя там 10 комментариев, в результате вы получите 10 записей. Один и тот же пользователь, но с разными статьями. С объектами такого не будет. Вы получите одного пользователя, а у него будет коллекция из 10 статей. То есть фетч только один раз работает. И, соответственно, квери, ну, и в паре с результатом они смотрят, если есть вот этот риск двоения, то есть если есть back-reference запросе, то он сделает фетч сразу всего результата. Поэтому, ну, нет, это не лойн. Запрос без фильтра, это в любом случае для базы данных не очень хорошо. Даже если вы только первые 10 записей возьмете, я бы рекомендовал все-таки лимитом пользоваться это более правильно. А с лимитом можно либераться? А что это лимитом? Потому что там, конечно, собирал, для отработок там, не отзыв, и все очищал. Ну, в данном случае, если вы запрашиваете коллекцию, то они все будут загружены в память. Идем дальше. В нашей стране нечасто человек с именем Дмитрий Медведиков получает спасибо. Спасибо. А теперь к вопросу. Коллекция, можно всю сохранить? То есть общий метод у коллекции SAIF? Это самое первое пожелание, которое пришло, и после презентации начнем. И второе сюда же тогда. Мы просто сделали коллекции для себя, делали также связи там в Antomany и все прочее. Пусть этот SAIF идет и по связям. Ну, в плане SAIF и в плане утоления, опять же, каскадного, этот вопрос, я думаю, что это получится реализовать с помощью конфигурации полей reference в Antomany, то есть указывать там некую политику, что делать вот с этим отношением, когда объект будет удаляться, или там сохраняться. Ну, то есть… Еще. Здравствуйте. Я хотел спросить такой вопрос. У Antomany есть и wake-up object. Насколько я понял, в него можно передать любой набор параметров, в том числе без primary ключа, и он его спокойно съест. Нет, primary ключ обязательно нужен, потому что объект без primary ключа, но он не существующий формально, то есть у него нет… То есть я не могу передать массив данных, работать с ними как с объектом, а потом сохранить как новую запись в базе данных. Ну, это, наверное, вам просто новый объект надо создать через фабрику или через конструктор, в него положить данные нужно и сохранить. То есть wake-up обязательно primary ключ, и он какую-то ошибку выдаст или выдаст нулевой результат? Он выдаст ошибку, да. Но wake-up – это именно для существующих объектов, то есть для тех записей, которые фактически есть. Вы в них уверены, и вы обманываете систему. Ну, то есть вы говорите, я из базы данных не беру, а я вот прям тебе так данные дам. То есть я могу передать фейковый ID-шник как primary ключ, и он его съест? Ну, можете, да. Но он потом при сохранении этот ID-шник укажет. Еще? Давайте по порядку пойдем. Несколько вопросов. Первое. Два. Ну ладно, хорошо. Мэппинг автоматически, чтобы не описывать каждый раз вручную, вот как, например, в Laravel, чтобы автоматически таблицу прописал, он автоматически базовые поля мог прописать. Планируете что-нибудь такое в рынке сделать? Базовые поля типа last create date? Нет, ну чтобы просто там integer, field, string, чтобы не приходилось каждый раз его описывать при мэппинге, чтобы он автоматически это брал и кэшировал, к примеру. То есть сейчас по факту мы сделаем свою таблицу, пишем свою ремку, и нам необходимо это взять и писать мэппинг всех полей. Правильно? Да. Вот. А в других ремках он автоматически просто на основе сделает запрос баз данных, один раз, первый раз заставляет базовый мэппинг, кэширует это и потом обращается к нему. Ну то есть по сути на основе структуры таблицы сделать сущность. Хотя бы базовые, да. Ну такой инструмент у нас есть, он правда так из-под полы немного работает, по-моему, где-то в админке там в производительности. То есть там можно таблицу экспортировать в рем сущность. Ну это такое. Ну что-то похоже, но я понял. Пожелание возьмите, пожалуйста. Второе. Обращение к свойствам объекта, типа лейзи лоунинг, что-нибудь такое у вас планируется? Я категорически противник лейзи лоуна, потому что многие разработчики, они концентрируются часто на приложении и не думают о том, что происходит на стороне базы данных. А для базы данных лейзи лоуна в неумелых руках – это смерть. Поэтому может быть… Ну вот фил – это такой компромисс. Окей, услышал. То есть важно, чтобы сознательно вы обращались к базе данных, чтобы вы понимали, что сейчас пойдет запрос. Политику услышали? А вообще обращение к свойствам без гетера? То есть не через гетера, просто как к свойству объекта. Можно это есть или планируется ли? А почему гетер не нравится? Ну удобнее просто как к свойству объекта все-таки. Обратиться в многих ремках – это удобнее. Просто объект у него есть свойства, как бы диалогически, но мы же про объекты, объектно-ориентированное программирование. Мы решили сразу сделать гетер. И, во-первых, интуитивно понятно, что делать, если хочется переопределить. Когда есть свойства, то там есть какой-то аксессор. Нужно идти в документацию, вспоминать. О, вот полгода назад я определял что-то, надо пойти вспомнить, как же этот аксессор определить. И это не совсем интуитивно понятно, не очевидно. С гетерами все проще. Ну и опять же гетеры для однообразия. То есть очень много есть методов именованных, в том числе специализированные гетеры, реквайр. И такой стиль, что все на методах. То есть к этому не придете, это идеологически все уже по гетерам пошли, и в свойства уже не будет. Или еще подумаете? У нас было ответвление в свойства, и выжимка была. То есть какие плюсы, какие минусы, и в итоге решили на методах остаться. Я слышал, спасибо. Спасибо, Дмитрий, за отличную ремку на объектах. Да. Вот скажите, а дальше планируется развивать, например, миграции? Вот больной вопрос. Ну то есть может быть филинг туда прикрутить, раз вы компоузер взяли, ну или что-то свое реализовать. Ну про миграции я вас услышал, да. Я думаю, это просто нулевое пожелание, даже не первое. Ну в принципе да. Но тут надо как-то смотреть на интеграцию с системой обновлений. То есть это такие взаимосвязанные очень вещи. Я думаю, вам ближе как раз посмотреть. Я имею в виду, что это будет непосредственно связано, чтобы потом не жаловались, что система обновлений что-то… И такое вот, скажите, у нас есть сущность такая user, c-user, больная, это как глобальный объект. Вот с ним что-то сделается, или он так и будет у нас вечный, глобальный, объектный? Ну прям такого четкого плана на него нет. Ну вот что-то новое мы всегда стараемся с новым аппи делать. Переносить прям целиком все старое, ну то есть задаться такой целью, чтобы вот ничего старого не было, только все новое, но такого пока нет. Это, наверное, не очень правильно будет с точки зрения ресурсов. Поэтому постепенно, ну то есть если что-то затрагивается большое, значит стараемся отрефакторить, побольше захватить. Ну так вот прям окончательного ответа у меня нет. То есть это все такой итеративный процесс. Спасибо. Ну последний вопросик, если у кого-то еще есть или нет. Ну давайте, пятый. Нет, четвертый. Это было бы все, окей. Хорошо, хорошо. Окей, я сейчас. Меня сбили с вас в смысле. Сейчас мне много вопросов. Минуты, минуты, минуты. Достов с свойством, это я забыл, меня сбили с прослета. Ладно, давайте сейчас улавим. Ну если что, приходите. Я думаю, что будем уже приглашать на сцену Сергея Вострикова, он расскажет про новинки для разработчиков Marketplace 24. Спасибо. Спасибо, Дима. Спасибо. 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 Спасибо.